дорогие друзья доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро зовут меня ольга и сегодня хочу представить вашему вниманию таро прогноз на неделю с 11 по 17 ноября для знака зодиака стрелец уважаемые стрельцы напоминаю что гадание имеет общий характер она подходит и для мужчин и для женщин и для тех кто одинок и для тех кто в паре надеюсь что каждый для себя найдет что-то важное и полезно поэтому усаживайтесь поудобнее и сейчас по традиции пока я буду перетасовывать колоду вы можете загадать картам один вопрос который вас на сегодняшний день волнует больше всего та карта которая останется на дне расклада после выкладки всех карт и будет являться ответом на ваш вопрос да или нет но эту карту мы рассмотрим в самом конце чтения всего вашего расклада также эта карта будет для вас еще как дополнительный совет и подсказка в отношении вашего вопроса что вам нужно делать для того чтобы получить желаемое да наберитесь терпения также загадайте временной срок в отношении своего вопроса для того чтобы вы понимали в какой период времени для вас ваше желание проиграется или не проиграется также друзья первая карта вашего расклада покажет вас самих на начало этого периода ваши планы мысли ваши эмоции ваш общий запас энергии ваше настроение и конечно же ваше действие в произвольном порядке как видите выпал на стол карта старшего аркана верховной жрицы или папесы эта карта говорит о том что у многих вашей жизни на сегодняшний день есть какие-то сложные нерешенные моменты которые связаны с какой-то большой неопределенностью и выпала вторая карта в произвольном порядке карта умеренности обратите внимание снова таки старший аркан для многих из вас на сегодняшний день есть вашей жизни какие-то события которые вы хотели бы прояснить но к сожалению есть много обстоятельств людей может быть каких-то внешних факторов которые мешают вам решить вопрос так как вам хотелось бы может вам хотелось бы что-то ускорить но пока друзья не получается те карты которые выпали говорят о том что конечно вам нужно прислушиваться к своей внутренней интуиции но тем не менее в ближайшее время я не вижу какой-то большой скорости я не вижу большого движения в отношении вашего вопроса есть какие-то помехи и вам придется немножечко подождать это время конечно же вам для чего-то нужно как видите не случайным образом на стол выпадают обычно карты это быстрые вестники которые нам хотят что-то сказать очень важно итак друзья колода готова надеюсь что вы тоже уже готовы и мы с вами начинаем также напоминаю о том что расклад все-таки общий расклад всего лишь один а людей и человеческих судеб очень много один расклад не может показать все ваши судьбы все ваши истории поэтому те карты которые лягут сегодня на стол подойдут только для какой-то определенной категории стрельцов и так начинаем первая карта показывает вас самих на начало этого периода в общем-то неплохо давайте посмотрим общий фонд событий всей этой недели также что происходит в ваших парах для тех кто в паре что вы чувствуете в отношении своего партнера или партнерши и что он или она чувствует в отношении вас что происходит в вашей рабочей деловой сфере что происходит во внешнем мире во взаимодействии с людьми что ждет наших одиноких стрельцов на этой неделе и карта которая покажет события завершения этого периода и возьмем для вас по традиции карту совета на что вам нужно обратить основное внимание и также вы помните карта оставшиеся на дне колоды является ответом на ваш вопрос да или нет к ней мы скоро непременно дойдем уважаемые стрельцы конечно судя по тому раскладу который я вижу я уже заранее немножечко расстраиваюсь потому что мне придется озвучивать те карты которые выпали сегодня в вашем раскладе перекладывать и переигрывать перетасовывать на ново колоду я не стану если выпал даже тяжелый расклад значит это кому-то нужно возможно именно тяжелая информация кому-то нужна сложные расклады это не всегда плохо и страшно сложные расклады могут даваться вам для того чтобы вы где-то лишний раз не расслабились почему потому что какие-то очень важные события будут происходить в вашей жизни на этой неделе давайте посмотрим поподробнее первая карта вашего расклада и здесь у вас выпала карта четверочка жезла в начало недели у вас довольно таки на позитивной ноте прекрасное настроение возможно у кого-то были хорошо проведенные выходные возможно по этой карте вы планируете только какой-то отдых всей семьей какие-то встречи карта говорит о том что вы заслуживаете какого-то отдыха душевности также эта карта говорит о том что возможно у кого-то из вас в ваших семьях намечаются какие-то торжества может быть у кого-то из вашей родни может быть вы о каком-то таком празднике для себя думаете даже если вас никто никуда не зовет возможно вы сами что-то хотите для себя организовать такое тоже вполне может быть конечно эта карта говорит о том что на начало этого периода вашей жизни есть некая стабильность есть какая-то основа и база под ногами эта карта говорит о том что вы ранее уже много трудились много чего добивались и действительно может быть вот в начало этой недели как будто бы работать могут не все по этой карте да то есть у кого-то это может быть отдых и пока временно нет работы но не для всех для кого-то эта карта может проиграться просто как хорошее позитивное настроение на начало этого периода да то есть у вас есть уверенность себе уверенность своих силах и вы знаете что рядом с вами есть люди которые вас любят это кто-то из ваших близких возможно кто-то из вашей родни те кто готов вас поддержать это может быть кто угодно и ваши родители и братья и сестры у каждого своя ситуация в общем-то энергии по этой карте у вас хватает чтобы справиться с любыми трудностями которые могут возникнуть на этой неделе давайте посмотрим общий фон событий всего этого периода и здесь для вас выпла карта четверочка чаш эта карта говорит о том что в течение этой недели к вам будут поступать какие-то предложения но эта карта говорит о том что вы чувствуете себя нерешительно и как-то неопределенно возможно не случайно при тасовке вам выпадала карта верховной жрицы которая показывала и говорила о том что в каком-то вопросе вы не можете определиться да вот эта карта тоже говорит о том что вы прислушиваетесь к своему внутреннему голосу какие-то моменты для вас очень важны вы боитесь не допустить какую-то ошибку снова да то есть по раскладу я вижу что все довольно таки напряженно это предложение могут быть какие угодно и предложения связаны с рабочими проектами и предложение дружбы и предложение любви то есть у каждого свои жизненные моменты но тем не менее чего бы эта карта не касалась она говорит о том что вы пока не спешите с окончательными выводами конечно эта карта каких-то глубоких эмоциональных переживаний но это ваши собственные внутренние переживания в которых вы варитесь вы ищете свои собственные ошибки вы анализируете свое прошлое и настоящее вы скурплезно относитесь ко всяким мелочам особо не доверяетесь на слово людям по этой карте конечно это хорошо конечно эта карта грита том что на сегодняшний день вам действительно есть о чем подумать вам действительно есть о чем поразмышлять у многих за спиной действительно ваша поддержка и опора это кто-то из вашей родни об этом говорила и четверочка жезлов и об этом говорит и четверочка чаш как видите две подряд карты четверочки в начале вашего расклада говорят о том что да какая-то стабильность на сегодняшний день есть но это недостаточная стабильность вам нужно и хочется чего-то большего также эти карты говорят о бессонных ночах о нервах о каком-то напряжении возможно вы поздно ложитесь спать по этим картам из-за чего-то сильно переживаете для кого-то по карте четверочки жезлов это могут быть различные свадьбы возможно дни рождения крестины рождения у кого-то ребенка эта карта тоже может об этом говорить но не для всех конечно давайте посмотрим что происходит в ваших личных семейных отношениях здесь для вас выпало две довольно таки агрессивные карты обратите внимание те кто разбирается в картах на ваши чувства выпала карта семерочка мечей она чувство вашего партнера выпал вообще старший аркан башня начну сразу с вашего начну сразу с вашего партнера почему потому что здесь разрушительная карта эта карта может говорить о том что в данном периоде времени ваш партнер или партнерша находится в нестабильном эмоциональном состоянии это какие-то срывы это смены настроения это какие-то скандалы которые ваш партнер может устраивать сознательно или несознательно но карта говорит о том что ваш партнер или партнерша настоящий моменте себя как будто бы не контролирует и не хочет себя контролировать возможно сознательно вас провоцируют на какие-то крупные скандалы при том здесь вход идет все любая ругань воспоминания прошлого все что было чего и не было вам могут переписывать по этой карте все смертные грехи но и вы по этой карте по семерочке мечей ведете себя тоже довольно таки агрессивно эти две карты говорят о войне на этой неделе война на войне как на войне все средства хороши и вы друг с другом боретесь защищаетесь это все ни к чему хорошему не приводит ваш партнер конечно же в какой-то степени даже думает о том чтобы разорвать с вами вообще отношения вы от него или от нее тоже пытайтесь что-то скрыть утаить какой-то свой интерес у вас есть какая-то своя выгода и и судя по первой карте которая выпадала случайным образом на стол притасовки снова таки я напоминаю вам про о верховной жрице эта карта могла еще говорить о том что и в ваших парах есть какие-то тайны друг от друга то есть верховная жрица могла касаться чего угодно и здесь мы видим что у вас могут быть свои какие-то секреты у вашего партнера могут быть свои какие-то секреты дело в том что по этой связке карт возможно возможно что ваш партнер или партнерша о чем-то узнает что-то то что повергает его в шок что-то то что повергает в состояние вот внутреннего психологического кризиса да и конечно по этим картам вы найти общего языка в данном периоде времени не можете вы оба задумываетесь о том чтобы эти отношения разорвать по крайней мере на этой неделе я не вижу здесь мира и покоя давайте возьмем дополнительные карты сразу же не будем откладывать долгий ящик потому что ситуация довольно таки напряженная ваших парах и для этого мы возьмем колоду компаньон которая поможет нам сегодня разобраться в ваших семейных отношениях давайте возьмем карты которые заглянут ближайшее будущее мы спросим у вселенной зададим вопрос таким образом что ждет вас в ближайший месяц потому что отношения на сегодняшний день довольно таки критические поэтому я думаю не смысла заглядывать на полгода вперед даже на три месяца даже на два нет смысла нам нужно разобраться здесь и сейчас тоже ждет вас ближайшее время будет ли мир и на стол спешит карта солнышко эта карта говорит о том что перемирия возможно если вы сами именно вы уважаемые стрельцы этого захотите давайте посмотрим отдельно возьмем докладочку для женщин и отдельно для мужчин что ждет наших милых дам в паре если смотрят меня женщины ближайшее время берем три карты вот две карты идут подряд сами собой и я их таким же образом и достаю уважаемые женщины конечно в ваших семьях идет борьба здесь притом в эту борьбу втянуты все и ваши родственники и возможно дети никто ни с кем не находит общего языка это какие-то постоянные конфликты и ссоры которые ходят по кругу вы воюете и доказываете друг другу кто сильнее кто лучше кто прекрасней кто величественней но в этой борьбе могут страдать ваши дети когда вы между собой воюете а карта говорит о том что у многих семьях может быть ребенок и не один карта женщины говорит о том милые дамы обратите внимание это ваша персональная карта она показывает вас самих она говорит о том что все таки ситуацию вашей паре вы можете контролировать в том случае если вы сами этого захотите то есть от вас зависит дальнейшее развитие отношений да и давайте возьмем для вас карту совета на ближайший период как вам нужно себя вести в отношении своего партнера давайте посмотрим спросим у вселенной для вас выпала карта кольца эта карта говорит о том что даже если у вас есть кто-то на примете или если у вас никого нет в любом случае вам нужно оставаться в паре с этим человеком по крайней мере ну на ближайший год точно по этой карте эта карта говорит о том что вам нужно находить общий язык отношения у многих по судьбе отношения да сложные отношения на сегодняшний день может быть какие-то критические действительно но тем не менее они не безнадежные давайте теперь возьмем дополнение для наших уважаемых мужчин и случайным образом на стол выпадает карта медведя эта карта показывает вас самих и говорит о том что если смотрят меня мужчины стрельцы то многое зависит также от вас самих скорее всего по этой карте вы проявляете силу вы пытаетесь доминировать где-то в какой-то степени вы чувствуете себя хозяином положения и возможно этим пользуетесь здесь вопрос связанные с деньгами открыт вопрос денег и финансов если смотрит меня мужчины здесь ситуация немножечко другая опять-таки мужчины стрельцы вот эти карты говорят о том что да какие-то тайны в вашей паре были но они вскрываются возможно ваша партнерша что-то узнает о вас возможно вы что-то узнаете о ней отношения долгие отношения непростые но тем не менее и эти отношения тоже не безнадежны я пока не вижу никаких расходов никаких разрывов отношений я вижу что вы можете скрепить свои отношения и финансы в вашей паре играют не последнюю роль совет для мужчин карта креста карта креста говорит о том что вам нужно нести свою ношу какой бы тяжелой она не была помните о том что у вас есть дети что у вас есть обязанности не прячьте в голову голову в песок как страус при каких-то трудностях и проблемах которые могут возникать в семье да сложно а кому сейчас легко но отношения ваши могут развиваться помните уважаемые мужчины если вы захотите их привести в норму сделайте своей женщине какой-то подарок и это то что возможно укрепит ваши отношения потому что здесь много завязано именно на финансовой стороне вопроса давайте посмотрим что ждет наших одиноких стрельцов на этой неделе и здесь для вас выпала карта троечка мечей карта разбитого сердца как карта боли карта переживаний душевных страданий прежде всего и эта карта говорит о том что у многих в прошлом уже были разрывы довольно таки болезненные кто-то находится в стадии разводов у кого-то они завершенные у кого-то это может быть отношение если вы только встречаетесь эта карта говорит о том что либо у вас уже случился какой-то конфликт ссора либо на этой неделе она возможна это то что ну как наносит вам удар это то что больно пережить и трудно принять карта говорит о большой подавленности если говорить именно о вашей личной жизни пока у вас по этой карте конечно не складывается давайте все таки возьмем дополнение и для вас возьмем другую колоду компаньон и спросим возьмем в общем я не буду разделять для мужчин и женщин отдельно что что ждет вас в ближайшее время скажем так в течение ближайшего месяца личной жизни для тех кто меня сегодня смотрит из теми с кем этот расклад резонирует это дополнительная информация специально для вас и так возьмем для вас наверно тоже три карты уважаемые стрельцы ваши личные ваша личная жизнь не безнадежно карты говорят о том что рядом с вами есть люди которым вы возможно кому-то вы нравитесь вот по той карте которые я вижу вы кому-то нравитесь возможно кто-то нравится и вам но не настолько чтобы вы были влюблены не настолько чтобы вы теряли голову эти карты говорят о том что есть какие-то беседы но это так красивые беседы больше мы показываем себя говорим больше о себе как вы так может быть ваш партнер но при этом не испытываем никаких чувств друг другу время провождения да и возможно вам даже по этой карте это перевернутая карта букета которая говорит о том что кто-то вам неприятен какие-то новые знакомства все-таки будут входить в вашу жизнь у вас есть все шансы с кем-то познакомиться но вы будете еще выбирать и думать нужно не нужно возможно даже появится кто-то кто будет вам предлагать какие-то отношения более серьезные вот уже из тех людей кто появится в вашей жизни возможно даже кто-то вам будет предлагать узаконить отношения развивать их дальше но вы будете сомневаться вы не будете видеть в том человеке в котором с которым будете встречаться надежную опору и самое главное вы не чувствуете любви вы не чувствуете искры в отношении этого человека и карты говорят о том что до предложения у вас будут знакомства будут но вы не спешите также эти карты могут показывать что после какого-то кризиса у кого-то может настать момент перемирия то есть вы можете мириться но это уже какие-то напряженные отношения в которых нет доверия и тем не менее что вы что ваш партнер еще будете с кем-то общаться с другим кто-то все равно новый будет входить в вашу жизнь карты говорят о том что вы открыты на встречу новым знакомствам это для вас как может быть спасение в моменте до для того чтобы отвлечься от каких-то тяжелых отношений это может быть какой-то флирт с другими партнерами но отношениями эти пока никуда не ведут давайте посмотрим что происходит в вашей рабочей деловой сфере и здесь для вас выпала карта старшего аркана смерти обратите внимание снова старший аркан на рабочую сферу это говорит о том что именно в работе у многих на этой неделе могут быть по этому аркану какие-то критические моменты для кого-то эта карта может говорить о том что работы как таковой у вас нет вообще для кого-то эта карта может говорить о том что даже если работа у вас есть в этот период времени это какой-то большой кризис большая стагнация это желание каких-то перемен даже я бы сказала не желание перемен это как будто бы вынуждены обстоятельства которые будут подталкивать вас каким-то переменам которых вы не желаете но вы будете думать что же мне делать дальше с моей работой дела не идут работа не развивается если говорить о каких-то новых договорах контрактах связях конечно ни в коем случае ничего нового у тех у кого расклад резонирует не начинать эта карта ведь о том что ничего не будет успешным для вас и долговечным по этой карте то есть любые договора будут непрочными ненадежными и не выгодными также эта карта может говорить вообще о том что в вашей голове какие-то большие раздумья у многих действительно в работе есть какая-то очень большая тяжесть по этой карте вы как будто вы просите милости у судьбы вы просите милость у высших сил вы просите вселенную вы просите бога чтобы он помог вам чтобы он услышал вас потому что эта карта показывает крайнюю крайнюю вашу усталость и эмоциональную и также это может быть усталость настолько сильно что она может отражаться и на ваше физическое здоровье для кого-то эта карта может говорить что с вашим здоровьем что-то не так и именно поэтому в этот период времени вы можете не работать поэтому поберегите себя давайте посмотрим что происходит во внешнем мире во внешнем мире для вас выпала карта восьмерочка мечей снова такие мечи и эта карта говорит о том что и во внешнем мире есть какие-то большие нервы и большие переживания ситуация действительно для многих на этой неделе какая-то критическая эта карта говорит о том что вы из какой-то ситуации не можете найти выход к сожалению обстоятельства какие-то которые давлеют над вами выше вас и сильнее вас вы зависите от каких-то людей если вы работаете в какой-то крупной организации эта карта может говорить о том что вы пешки в чужих руках вами манипулирует и собственно о ваших судьбах и о ваших жизнях особо никто даже не задумывается там в кулуарах у них свои движения и свои выяснения отношений если вы работаете сами на себя вот эти связки карт могут говорить о том что бизнес не развивается возможно есть какие-то проблемы с документами и какая-то большая зависимость может быть от казенных домов или от людей из казенных домов как видите неделя будет довольно таки сложно но уважаемые стрельцы помните о том что у вас на фон недели все-таки для вас выпала карта четверочка эта карта грит о том что все-таки некая стабильность будет оставаться плохая или хорошая но до конца вы не упадете до конца вы не пропадете есть у вас есть поддержка со стороны кого-то однозначно и здесь вот эта карта тоже снова таки напоминает о вашем здоровье и может говорить о том что действительно многим из вас нужно поберечься и возможно кому-то даже нужно пройти какие-то медицинские обследования потому что если есть какие-то заболевания они могут обостриться но обостриться не могут прежде всего из-за вашей нервной системы из-за того что не ладится в работе не ладится в семье но в общем то по первой карте силы у вас есть для того чтобы со всем этим справиться давайте посмотрим события которые войдут в вашу жизнь в конце этого периода и здесь мы видим наконец-то положительную карту короля жезлов эта карта говорит о том что если смотрят меня мужчины стрельцы это ваша карта эта карта показывает вас самих в ваших руках жезл и этот жезл вертикальном положении эта карта говорит о том что многое вот в конце этого периода от того как завершится эта неделя уважаемые стрельцы мужчины все-таки зависит от вас самих от того насколько правильно вы сможете организоваться вот в этой сложной для вас ситуации от того насколько вы окажетесь сильными последовательными и умными но эта карта говорит о том что вы не готовы сдаваться и не будете сдаваться также эта карта может говорить еще о каком-то мужчине который может влиять на ваш вопрос это касается и женщин если смотрит меня женщина все-таки большое влияние на вашу жизнь в конце этого периода имеет некий мужчина стихии огня вашей же стихии это может быть овен лев или также как вы стрелец по гороскопу но не обязательно это может быть темноволосый коре глазы либо рыженький мужчина с которым у вас есть какие-то совместные дела я вижу что вам очень тяжело договариваться с этим человеком есть какая-то тяжесть есть какое-то напряжение в общении есть какая-то ломка в вашем собственном сознании но общаться с этим человеком хотите вы или нет вам нужно вам это как-то поможет давайте посмотрим карту совета для вас на эту неделю и здесь для вас выпала карта шестерочка пентаклей конечно шестерочка пентаклей говорит о том что прежде всего вам нужно обратить внимание все-таки на область работы на область финансов почему потому что у многих с деньгами действительно есть какое-то очень и очень большое напряжение обратите внимание вашем раскладе не выпало ни одной карты пентаклей это говорит о том что до проблемы с деньгами и трудности у многих есть это могут быть и какие-то долги и кредиты это может быть все что угодно эта карта говорит о том что вам возможно кому-то даже понадобится обраститься кому-то за помощью материальной то есть может быть вам придется у кого-то просить либо одалживать деньги либо брать какую-то суду в банке эта карта говорит о том что вы можете это сделать и вы получите те деньги которые вам нужны возможно кто-то из вашей родни захочет вам чем-то помочь но эта карта говорит о том что для тех стрельцов у кого есть какие-то деньги все-таки есть какой-то запас который дает вам стабильность на сегодняшний день вот эта карта говорит о том что вам на сегодняшний день Нужно уметь правильно распорядиться теми небольшими деньгами, которые есть в ваших руках. Эта карта предполагает собой какие-то правильные вложения, правильные сделки. Возможно, вам как-то нужно еще во что-то вложиться. Эта карта говорит о том, что вам еще нужно с кем-то посотрудничать. Вам нужно с кем-то договариваться. И это то, что касается вашей рабочей деловой сферы. Также эта карта говорит о том, что у многих из вас, несмотря на то, что вы нуждаетесь в помощи сами, кто-то рядом с вами, из вашей родни, либо из ваших знакомых тоже нуждается в какой-то помощи. И возможно, что даже у вас кто-то будет просить какой-то поддержки. То есть эта карта тоже может говорить об этом. Также эта карта говорит о том, сколько бы не было у вас денег, вы не должны расслабляться. Это не та полная уверенная стабильность, которая должна быть, чтобы вы могли расслабиться. Эта карта предполагает собой все-таки еще труд и работу. И, конечно же, по этой карте, по шестерочке Пентакли, вообще по Пентакли, это вас призыв к тому, что вы не должны спешить с какими-то важными решениями. То есть любые ваши действия должны быть тщательно взвешены, продуманы и проанализированы. Вот посмотрите, очень символично. Человек, которого мы видим на этой карте, держит в руках весы, как в старшем аркане правосудия. То есть здесь должен быть какой-то баланс в вашей жизни, баланс в чем-то и у каждого свой баланс. Давайте посмотрим карту, которая осталась на дне колоды, и она ответит на ваш вопрос, да или нет. Момент истины. Уважаемые стрельцы, я поздравляю вас. Здесь для вас выпала замечательная карта. Девяточка Пентакли, эта карта говорит о том, что однозначно желаемое, да, вы получите. Я так понимаю, что многие задали вопросы, связанные с деньгами, с финансами, возможно, с какими-то рабочими моментами. Возможно, кто-то планирует какую-то крупную покупку или вложение. На все это, эта карта говорит да. Какой бы вопрос вы не задавали, эта карта говорит о том, что в любом случае у вас все получится, чего бы это ни касалось. Милые женщины, если смотрят меня именно дамы, эта карта говорит о том, что вы можете в своем вопросе заручиться поддержкой еще какого-то мужчины, который вас заинтересован, возможно, которому вы нравитесь, возможно, для кого-то это ваш отец или кто-то еще. Но есть какой-то мужчина, который может помочь вам материально в том вопросе, который вы задумали. С вашим да, я вас, конечно, поздравляю. Но, как видите, расклад на эту неделю выпал сложный. В центре, в сердце этого расклада выпала карта смерти, карта сложных трансформаций, прежде всего, которые будут происходить в вашем сознании и в вашей голове. Вы видите, что карту смерти окружают старший аркан башня, восьмерочка мечей, четверочка чаш. Это какие-то глубокие эмоциональные переживания, когда нервы у вас просто находятся в критическом состоянии, и ваша психика где-то в чем-то не выдерживает. К вам будут поступать какие-то, возможно, предложения о помощи, но вы начинаете из-за происходящего замыкаться в себе, и вы не понимаете, что вам делать. И, возможно, именно поэтому идет такой глубокий анализ и тщательное продумывание всего до мелочей, в том числе и ваших собственных ошибок идет анализ. Но все-таки обратите внимание, уважаемые стрельцы, что начало недели началось четверочки жезлов с позитивной карты, и заканчивается ваша неделя тоже позитивной картой. Это говорит о том, что какими бы ни были сложными события этого периода для вас на этой неделе, все у вас должно, по идее, закончиться благополучно. Но на ваш вопрос будет иметь большое влияние некий мужчина. Если смотрят меня мужчины-стрельцы, эта карта показывает вас самих, и эта карта говорит о том, что инициативу в каких-то сложных вопросах вам нужно брать в свои руки. То есть эти карты для вас как подсказочки, где искать выход, как искать выход и как правильнее поступить без выходных ситуаций, друзья, как вы знаете, не бывает. Уважаемые стрельцы, всем счастья, всем здоровья. Я не прощаюсь с вами. Я говорю вам, подписывайтесь на мой канал, кто еще не успел подписаться, друзья. А сегодня всем до свидания.